Машины интеллигенции, спокойных, состоятельных людей. Именно такой имидж имеет Вольво. Однако же конкретной моделью Вольво С40 зачастую интересуются и молодые люди. В том числе и поэтому очень важно понимать, насколько надежна эта машина, насколько она дорога в обслуживании и ликвидна в дальнейшем, особенно в возрасте старше 5 лет. Формально перед нами второе поколение Вольво С40, но на самом деле история модели более богатая, но до появления нашей машины не совсем успешная. Сначала появилось заднеприводное семейство Вольво 340 с его крайне капризным и ломучим вариатором. Следом появились модели 440, 460 и 480, но с продажами все было совсем плохо. Первая машина с индексом С40 была на одной платформе с Митсубиси Каризма, но опять был выстрел мимо. И вот на нашем поколении стоит остановиться подробнее. В 2003 году выходит в свет вторая версия Вольво С40 на платформе C1, на которой построены Focus и Mazda 3. Именно поэтому нашу машину часто зовут более дорогим клоном Ford Focus 2. С40 делит с Ford около 60% деталей. Модель стали собирать на заводе Volvo Cars в городе Ген, Бельгия. По сравнению с предыдущей сороковкой, эта машина стала даже немного меньше. Изюминкой интерьера стала уникальная центральная консоль, которая имеет свободное пространство под собой. Так называемая парящая консоль. В автомобилях 2003 модельного года противотуманные фары, ранее предполагавшиеся только в качестве опции, начали устанавливаться в стандарте. Также в стандартную спецификацию Volvo S40 для российского рынка входит кондиционер, электростеклоподъемники и подогреваемые передние сидения. В 2007 году компания Volvo представила обновленный S40. Основной задачей этого фейслифтинга стало приведение облика всей линейки в соответствие с новым корпоративным стилем, тон которому задала Volvo S80. Обновленные машины внешне легко опознать по измененным бамперам, решетке радиатора с большим логотипом, патрубкам, выхлопной системы и головной оптике. Сзади автомобиль получил видоизмененный фартук. Задние фонари теперь используют светодиодную технику. Кроме посвежевшего дизайна, автомобиль получил оригинальную отделку интерьера и прибавил в мощности. Авангардный интерьер салона выполнен в стиле хай-тек. После рестайлинга салон также получил новую обивку сидений в цвете Spring Green. Средняя консоль и внутрисалонная отделка дверей оформлены полностью заново. Производство модели завершилось в 2012 году, а ей на смену пришел хэтчбэк Volvo V40. Базовый мотор 1.6, 100 лошадиных сил, на самом деле является достаточно старым силовым агрегатом. И он хорошо известен по автомобилям Ford Focus. Только у Focus'ов он даже был немного посложнее по конструкции, а значит, немного менее надежным. Ресурсы этого силового агрегата в большинстве случаев, если хорошо обслуживать, всегда приблизительно 300 тысяч километров пробега. А вот после ста потихонечку начнет выходить из строя навесное оборудование. Основная проблема этих двигателей даже не в самих двигателях, а скорее во владельцах машин. Дело в том, что машина достаточно тяжелая. И мотор 1.6 лошадиных сил для большинства водителей, особенно когда они молоды, не совсем достаточный. Они начинают то, что называется подкручивать мотор. И, конечно же, тогда его ресурс вырабатывается намного быстрее. Привод газораспределительного механизма здесь ременный. Не забывайте менять ремень. Далее по старшинству идут моторы 1.8 125 лошадиных сил и 2 литра 145 лошадей. Это хорошие моторы. Они давно известны по некоторым автомобилям марок Ford и Mazda. Причем двухлитровые стрельщи очень редко. Хотя моторы надежные, неплохие. А привод газораспределительного механизма здесь цепной. Соответственно, цепь нужно менять гораздо реже, чем ремень. А вот мотор 2.4 170 лошадиных сил более дорогой и сложный в обслуживании. Его больные места – это система вентиляции картера и система зажигания. Из турбированных бензиновых есть еще мотор 2.5 литра. Но его тоже побаивались, потому что он тоже недешевый в обслуживании. Слабое место у этих автомобилей – термостат. Он достаточно часто выходил из строя. Есть несколько дизельных силовых агрегатов. Правда, в России среди подержанных машин эти «Вольвы» с дизелем практически не встретишь. Да и лучше их и не встречать, потому что по надежности они не очень. Не очень любят наше топливо, будет правильнее сказать. Двигатели сочетались с механическими коробками передачи, классическими автоматами. Младшие моторы 1.6 и 1.8 шли только в паре с механикой, причем разной по конструкции. Для более мощного 1.8 коробку усилили, так как у собрата «Вольво С40» «Форда Фокуса» механика часто не выдерживала нагрузок. Что касается автоматов, они проблемным местом нашего автомобиля не являются. Здесь устанавливались давно известные и по другим моделям «Вольво» коробки «Эйсин». И они достаточно надежны. В цифрах это означает, что 1200 вам можно ни о чем не волноваться. Но не забывайте, в этой коробке нужно менять масло хотя бы раз в 60 тысяч. Если же масло вообще не менять, точнее менять его, когда загорится диалоговое окно на консоли, то коробка элементарно может перегреться. И со временем гидроблок выйдет из строя. А это дорогостоящий ремонт. Вообще перегревы коробок случались у водителей, которые очень активно эксплуатируют свою машину. Либо поставили, например, неудачную защиту картера. Но так или иначе, коробки иногда склонны к перегревам. Но этого можно полностью избежать, если поставить нештатный радиатор коробки. Ну и менять масло в два раза чаще регламента. Раз в 30-40 тысяч километров пробега. Очень редко на нашем рынке можно встретить просто отличный вариант машины. Это будет полноприводный S40 с мотором 2,5 литра. В принципе, автомобиль прекрасен по эксплуатационным характеристикам. Но однако же, он самый дорогой в обслуживании. Этого не нужно забывать. И вот именно в нем зачастую происходят перегревы коробок. Зато полный привод, там реализован муфтой Халбекс, которая давно известна как очень надежный агрегат. По электрике нельзя сказать, что Вольво – это очень проблемная машина. Однако же, иногда сбои случаются. Например, зачастую собственники просто теряли контроль над своей магнитолой. Она работала по какому-то своему собственному алгоритму. То же самое можно сказать и о климатической системе. Но вот у этого всего есть один большой плюс. Иногда бывает достаточно лишь выключить зажигание на несколько секунд. И при повторном включении проблемы проходили сами собой. По подвеске здесь та же конструкция, что и у Ford Focus 2. Спереди стойки Макферсон, сзади многорычажка. Родство с Focus здесь пошло машине на пользу. Многие запчасти взаимозаменяемы, что уменьшает стоимость обслуживания. Также кое-что подходит и от Mazda. К тому же неоригинала на рынке огромное количество. Да и проблем при аккуратной эксплуатации не так уж и много. Серьезные вложения потребуется делать в среднем раз в 100 тысяч километров пробега. В первую очередь традиционно выходят из строя стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Ну и в дальнейшем, следующим проблемным местом будут сайлент-блоки передних рычагов. Также относительно быстро здесь летят ступичные подшипники, потому как они не любят просто влажный климат в первую очередь, а во вторую очередь, конечно же, реагенты. В самом начале у Volvo S40 была отзывная компания. Она была связана с работоспособностью ручного тормоза. Его меняли, естественно, бесплатно. В остальном же тормозная система очень надежна. В зависимости от стиля езды передние колодки выхаживают аж вплоть до 50 тысяч километров пробега. Но это редко. Средний срок службы 30-40 тысяч. Здесь у нас гидроусилитель руля. Он шел на машинах с мотором 1,6, на самых простых. И где-то тысяч до ста гор никогда не подтекает. Приблизительно так же живет и электроусилитель на более мощных машинах. Однако же бывают ситуации, что вмешательство требуется чуть раньше, чем 100 тысяч километров пробега. Автомобили Вольво всегда славились прекрасными показателями по безопасности. И в данном случае машина также прошла краш-тест на отлично. Кузов оказался очень прочным, претерпев лишь минимальные деформации в районе порога и передней стойки и незначительное сжатие ниши для ног. Системы пассивной безопасности хорошо сработали при лобовом ударе. Защита при боковых ударах также впечатлила экспертов. Защиту детей признали хорошей. При боковом ударе оба ребенка были защищены хорошо. Однако при лобовом нагрузка на грудную клетку старшего и шею младшего оказалась немного выше нормы. Передний край капота набрал несколько баллов за защиту ног пешеходов, что довольно необычно для автомобиля с таким дизайном. Также обеспечено смягчение удара при попадании головы ребенка и взрослого пешехода на поверхность капота. Бампер оказался травмоопасным для ног пешехода. Проблем с качеством кузовного металла и покраски у Вольво нет. И в случае, если вы видите, что автомобиль весь в ржавчине, отваливаются слои краски, это означает, что он крашен и плохо сделан, эта машина даже в случае, если на ней есть кузовные царапины, не должна ржаветь. Большой плюс Вольво S40 в отличие от многих конкурентов в том, что этот автомобиль угоняют очень редко. Можно смело оставлять его под окном. Если поискать в интернете, можно найти такие автомобили 2005-2006 годов выпуска чуть ли не по 300 тысяч рублей. Но вы должны понимать, что это будет конструктор, в который вам вкладывать и вкладывать деньги. Живые автомобили начинаются минимум от полумиллиона рублей. И стоит рассчитывать, если вы хотите купить именно хорошую S40 где-то на 550-600 тысяч. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...